Привет, народ! На этот раз я немножко задержался с видосом. Я знаю, вы любите смотреть всякое про NES, Famicom, Dendy, так что давайте продолжим эту тему. И на этот раз поговорим про то, о существовании чего в 90-е мы даже не подозревали. В 1986 году Nintendo, эксклюзивно для Японии, выпустила аксессуар для Famicom. Дисковод для запуска игр с дискет. Игры для Dendy на магнитных дисках. Это настолько необычная штуковина, что сегодня я, наверное, буду даже не столько разрабатывать что-то, сколько делать обзор этой штуки, с точки зрения этих норя. А о ней есть что рассказать. Приступим. Итак, представьте. 1986 год. Подавляющее большинство игр используют безмапперные картриджи. А соответственно, их объём ограничен 32 кБ программы и 8 кБ графики. При этом изготовление картриджей даже в такой конфигурации влетает в копеечку. Это ж не для каждого экземпляра игры нужно несколько микросхем. Спаять всё это. И тут в Nintendo решают придумать новый носитель для игр. Дискеты. И они выпускают... Нет, не новую консоль. А вот этот вот гигантский аксессуар. Famicom Disk System. Дисковод. Состоит он из двух частей. Собственно, гигантского вот этого ящика, который является дисководом. И рамадаптера, который втыкается в консоль вместо картриджа. У меня нет оригинального Famicom. Буду показывать вам всё на моём АВ-фамикоме. С ним вся эта конструкция выглядит ещё инороднее. Дисковод по каждой стороне в большей консоли. А рамадаптер ещё и назад выпирает. На Dendy я эту штуку не проверял. Кто-то говорит, что она работает, кто-то говорит, что нет. Наверное, всё опять же зависит от каждой конкретной консоли. Эти Famicom были очень разные. Для того времени это был прорыв. Причём в качестве носителя они выбрали не что-то нам привычное, а Quick Disk от Mitsumi. Я думаю, многие из вас таких дискет и не видели никогда. Причём эти игры можно было не только покупать, но и записывать и перезаписывать в специальных киосках. За копеечные 500 йен. Цифровая дистрибуция 80-х годов. Дискеты эти двухсторонние. На каждой стороне помещается около 64 килобайт данных. То уже почти в два раза больше без мапперного картриджа. И да, одна игра могла быть сразу на двух сторонах. То вынуждало постоянно переворачивать дискету. Были игры и на нескольких дискетах. Но если переворачивание дискета имело какой-то свой особый шарм, то постоянные загрузки после контеджа могли просто выбесить. Но, тем не менее, эта штука неслабо так прокачивала Famicom по меркам того времени. Но не только объёмом носителей, но ещё и дополнительным звуковым каналом, который улучшал звучание музыки. И дополнительной оперативной памяти, у которой так не хватало в самом Famicom. Ну а ещё можно было сохранять игровой процесс прямо на дискете, без всяких батареек. И тут мы наконец-то подходим к разговору о внутреннем устройстве этой штуки. Внутри этой большой коробки на самом деле стоит вполне себе компактный дисковод. И плата питания. Думаю, при желании они могли бы сделать эту штуку раза в два меньше. Много места занимает внезапно отсек под батарейки. Батарейки. Шесть батареек типа C. Но блок питания тоже можно подключить. Батарейки я ни разу даже не пробовал ставить. Однако, в комплекте с дисководом блок питания не шёл. Так что, по умолчанию, только батарейки. Зачем вообще батарейки стационарной консоли? Вроде как в Японии тогда жили в тесных квартирах и экономили розетки. Ну или у телевизора не было сразу трёх розеток. Я не знаю. Это странно. Собственно, вот эта плата питания внутри имеет весьма сложную схему как раз только из-за возможности питаться от батареек. Тут напряжение стабилизируется до 5 вольт с минимумом потерь. И контролируется уровень заряда батарей. Когда напряжение падает ниже определённого уровня, на специально отведённом для этого пине меняется логический уровень. И консоль в виде этого отказывается читать дискету. На самом деле, если убрать эти ненужные батарейки, то схема питания становится предельно простой. У меня как раз во время съёмок сдохла эта плата. А конкретно, погорел силовой транзистор. Спасибо чат GPT, что помог мне разобраться в схеме. Я заказал точно такой же древний транзистор на Тау Бау. И пока он до меня ехал, я на коленке спаял простейшую схему из стабилизатора напряжения на 5 вольт, полевого транзистора для включения мотора и небольшого обвеса. И это работало, полностью заменив огромную плату питания. Но гораздо интереснее устройство самого дисковода. По Минтендо, как обычно, не могли не сэкономить на каждой мелочи. И внутри дисковода стоит только один моторчик. Что это значит? В привычных нам, мельняо, дисководах стоит два моторчика. Один вращает дискету, а другой перемещает головку вдоль магнитного диска. Это позволяет выполнять так называемый рэндом аксесс. То есть считывать данные из любого места диска, просто перемещая головку в нужное место. По Fumicom Disk System один моторчик и диск вращает, и головку перемещает. Вы спросите, а как это возможно? Их движения же никак не связаны. А в том-то и прикол, что у Fumicom Disk System они связаны. Механика там устроена так, что по мере вращения диска, головка дисковода плавно движется от края к центру. И только так. Ее положением нельзя управлять. Когда головка достигает конца, дисковод издает характерный щелчок. И она возвращается на начало. Соответственно, и быстро обращаться к какому-либо месту на диске нельзя. Работа такой диски больше похожа на магнитофонную ленту. То есть нам надо сначала дождаться, пока дисковод перемотается. А потом, пока дочитает на нужного нам места. Да, если мы хотим что-то прочитать из середины диска, то нам обязательно нужно прочитать и все данные, которые идут до этого. Чтобы не пропустить начало нужных нам данных. Но о формате хранения мы поговорим чуть позже. Полный цикл перемотки занимает около 8 секунд. И некоторые игры почему-то вынуждают ожидать этот процесс по 3 раза подряд. Так, что еще примечательно в устройстве этого дисковода? Пластик от моторчика к механике. Это самое проклятое место. Я не знаю из какого материала они их делали, но за 30 лет они просто рассыпаются. Вот рассыпаются и все. То есть даже если вы где-то достанете Famicom Disk System в идеальном состоянии, вот прям в запечатанной коробке, то все равно с высокой долей вероятности он не будет работать, пока вы не поменяете пасек. Так что найти рабочий Famicom Disk System в ваше время не так уж и просто. Спасибо магазину Nippon Game. Оставлю на них ссылочку в описании. Они продают всякие видеоигровые ретро-став. И они подогнали мне полностью рабочий Famicom Disk System с уже замененным пасеком и уже откалиброванный. Кстати, о калибровке. Это та еще жопная боль. В наше время найти этот пасек не так уж и сложно на самом деле. Но даже если вы разберете дисковод и поменяете его, то все равно с высокой долей вероятности он не заработает. Механика у него устроена так, что для замены пасека надо разобрать все. И шестеренки эти снять. А шестеренки там стоят не абы как, а в строго заданном положении. Как я уже сказал, головка дисковода движется одновременно с амингиском. И данные в результате записываются спиралью. Если угловое положение приводной втулки шпинделя не будет правильно совпадать с положением считывающей головки, то при чтении мы не попадем в эту спираль. Она будет съехавшая, и дисковод тупо не попадет в записанную дорожку. На этой штуке есть штырек, который фиксирует диск в дискете под строго определенным углом. И вот все это дело на заводе точно настроено. Но если вы будете менять пасек и разберете эту конструкцию, то все. Калибровка съезжает, если будет другое положение шестеренок, или если закрепить приводную втулку шпинделя под другим углом. В интернете много споров о том, как же правильно все это дело собирать и калибровать. Одни используют самый очевидный метод, и перед разборкой помечают зубчики шестеренок маркером. Другие утверждают, что все гораздо проще. И надо просто сделать так, чтобы после перемотки считывающей головки приводная втулка шпинделя смотрела в нужную сторону. То есть открутить шестеренки до упора назад и закрепить приводную втулку в определенном направлении. И этот способ вроде как вполне себе работает. Правда, точность остается под вопросом. Но об этом позже. Помимо этого, еще должна быть правильно откалибрована скорость моторчика. Для этого на нем есть специальные подстроечные винти. Ну, давайте об этом тоже попозже. К теме калибровки мы еще вернемся. Что еще сказать? Механизм установки дискет тут похож на привычные нам... Чё-к не сказал современные. На привычные нам 3-дюймовые дисководы. Дискета вставляется, нажимает на рычажок, после чего ее пружинами прижимает к спинделю и к головке. А сверху к головке еще и прижимает вот эта штука. Тут еще стоит обратить внимание, что перед щелью дисковода прикручена вот эта пластмассовая штука. Она тут не просто так. Внутри у нее есть выпуклости в виде букв. На дискетах же есть углубление в виде надписи Nintendo. Когда вставляем дискету, выпуклости попадает в паз. И эта конструкция выполняет двойную функцию. Во-первых, за счет этих пазов дискета фиксируется в точном положении относительно головки. Если ее открутить, то установленная дискета будет болтаться. Во-вторых, это банально защита от пиратств. Без этой штуки пираты могли бы просто записывать игры на Митсуми Квик-диски, на основе которых Nintendo и создала свою технологию. Правда, это не особо помогло, но о пиратстве тоже чуть поре. Поговорим еще немного о механике. А что я еще не сказал? Внутри этой штуки есть четыре кнопки, которые контролируют состояние дисковода. Одна нажимается, когда дискета установлена, чтобы Фимикон знал, когда можно начинать ее вращать. Вторая нажимается, когда головка перематывается на начало. Так определяется, что можно начинать читать данные. Третья наоборот. Нажимается, когда головка перематывается до конца, когда диск переполнен. Разве это вообще может произойти на лицензионных играх? И четвертое контролирует, не проловано ли окошко защиты от записи. Эти штуки тут есть и работают так же, как и на трехдюймовых дискетах или в МИЧС-кассетах. Когда окошко выломано, ножки-кнопки проваливаются в него, и контакты размыкаются. Что сигнализирует о том, что дискету перезаписывать нельзя. Зачем это нужно? Не знаю, может, чтобы случайно не стереть свои сохранения в играх. Четко его знаю. Причем, если это окошко выломано, и в игре попытаться сохранить свой игровой процесс, то выдаться ошибка номер три. Без какого-либо пояснения, что это значит. Но давайте уже перейдем ко второй части этой системы. К рам-адаптеру. Внутри эта штука тоже весьма интересная. И найти ее в рабочем состоянии уже гораздо проще. Внутри у него дофига микросхем оперативной памяти, куда загружается игра. Это 32 килобайта программной памяти и 8 килобайт под графику, как у обычных безмапперных картеджей. Но RAM, а не ROM. Сзади, закрытые специальные шторки, есть пункт расширения, который вроде ни разу не использовался ни одной игрой. Но сердцем этой штуки является микросхема, специально спроектированная для Famicom Disk System. Она отвечает сразу за все. И сигнал моделирует, демоделирует, и контрольные суммы считает, и расширенный звук генерирует. И, конечно же, предоставляет доступ ко всему этому через регистры. Но самое главное, что прямо в нее зашит программный код BIOS. У большинства старых консолей, включая, собственно, Famicom, внутри нет никакой операционной системы. У них вообще нет никакой прошивки. Они сразу запускают код игры. При этом игры сами взаимодействуют со всей периферией. То есть они как бы сами себе операционная система. А в Famicom Disk System же зашит BIOS. Программа, которая запускается при включении. Их существует три разных версии. Но отличаются они только визуально. Этот BIOS предлагает вставить диск, пока по экрану бегают Mario и Luigi. И, собственно, он загружает данные с дискет во внутреннюю память. И запускает игру. Ну или выдает ошибки с раздражающим звуком. Самые распространенные ошибки. Дискеты вставлены не той стороной, или у дисковода отсутствует питание. Остальные ошибки в основном представляют собой только часовые коды. Которые означают, что данные прочитать не удается. Каждый номер говорит о том, в каком именно месте произошла ошибка чтения. И для обычных пользователей, как правило, N мало о чем скажет. Но, что любопытно, программный код BIOS выполняется не только перед игрой, но и во время игры. Он хоть и не операционная система, но предоставляет играм кучу системных вызовов. Ну, например, банально, загрузить файл с дискет. Да, на этих дискетах не просто голые данные, а файлы. Хотя файловой системой назвать это сложно. Данные там располагаются блоками. Они бывают четырех типов. Блок с информацией о диске. Блок с количеством файлов. Блок с информацией о файле. И содержимое файла. Кстати, я написал библиотеку для работы с этими данными. Ее можно скачать в МИГЭП. К программу для распаковки и упаковки образов я тоже написал. Блок с информацией о диске всегда один и всегда первый. В нем содержится уникальный трехбуквенный код игры, номер диска, номер страны, номер версии игры, дата записи, идентификатор файлов для первичной загрузки и многое другое. Назначение некоторых полей до сих пор неизвестно. Блок с количеством файлов тоже всегда один. И он всегда идет вторым. Его размер всего два байта. Один это идентификатор блока, то есть число два, а второй это собственно количество файлов на диске. Дальше идут сами файлы. Каждый файл состоит из блока с информацией о файле и блока с содержимым файла. В информации о файле указано имя файла, номер файла, код файла, тип данных и адрес, куда его нужно загружать. Да, прямо в заголовке файла указано, какую память и по какому адресу его надо загрузить. То есть в игре просто надо вызвать функцию BIOS, указав при этом список идентификаторов файла. А BIOS уже сам разберется то, как, куда загружать. Достаточно удобно. Можно сразу одним махом загрузить всю нужную информацию с дискеты, не перематывая лишний раз головку на начало. Но почему-то многие игры все равно заставляют ждать, пока дисковод несколько раз перемотается на начало. Я встречал игру, которая делает это пять раз, а потом просит перевернуть дискету. При включении и первом чтении дискеты грузятся файлы, идентификаторы которых равны или меньше специальному числу в заголовке диска. Тоже, чтобы грузить все в один заход. Что примечательно, на первой стороне дискеты обязательно должен быть специальный файл размером в 224 байта. Он содержит текст лицензии, который появляется при каждом запуске игры. Если этого файла нет или он поврежден, то BIOS просто не запустит игру. Так что даже пиратские игры, как правило, этот экран показывали. Но нашлись умельцы, которые и это смогли обойти с помощью достаточно хитрых трюков. Стоит еще сказать, что из-за того, что многозадачности никакой нет, игры не могут показывать никакую анимацию при загрузке с дискеты. Обычно это черный экран с надписью LOADING или просто черный экран. Но еще у BIOS есть функции, чтобы записывать файлы, читать и менять их количество, читать заголовок дискеты, ну и так далее. Что примечательно, адреса этих функций захардкодены, нет никакого списка векторов с ними. Так что каждая игра должна точно знать адрес каждой функции. Есть и более низкоуровневые функции, и всякие вспомогательные. Ну, например, есть отдельная функция, чтобы читать данные с подключенной клавиатуры. Есть функции, чтобы читать нажатые кнопки с контроллера, генерировать псевдослучайные числа, ну и много всего еще, что облегчало жизнь программистам того времени. Есть и специальные переменные в оперативной памяти. Так, например, каждая игра может настроить поведение при нажатии кнопки RESET на консоли. И многие игры делают так, что после сброса запускается уже загруженная в память игра, а не интерфейс BIOS с повторной загрузкой дискеты. И это бесит, честно говоря. Хочется, чтобы всегда при нажатии на кнопку RESET получался какой-то определенный результат, а не зависящий от игры. Ну, или, например, вы хотите поиграть в другую игру, вытаскиваете дискету, вставляете другую, нажимаете RESET, а вместо того, чтобы начать загружаться в другой игре, перезапускается та, которая была, и приходится консоль выключать и включать. А еще в BIOS есть пасхалка. Если при включении зажать SELECT и START, а потом нажать вправо ИА, то на экране появится имя разработчика. Мне всегда было интересно, в курсе ли начальство этих программистов, когда они такое делают. Ну как же сам BIOS работает с дисководом? А для этого есть специальные регистры, которые предоставляют все та же самая микросхема, которую содержит и сам BIOS. Эти регистры позволяют выключать и включать мотор, активировать чтение данных, включать подсчет контрольной суммы, работать с паттом расширения, ну и все такое. Это гораздо более низкий уровень взаимодействия с дисководом. Но совсем низкоуровневые функции, вроде демодуляции данных с дискеты, выполняются аппаратно все той же микросхемой. Все эти регистры, само собой, доступны не только BIOS, но и играм. Так что при желании из кода игры, можно на низком уровне работать с дисководом и данными. Это делают, например, специальные пиратские программы для копирования дискет. Да, Nintendo облегчила себе жизнь с производством дискет. Но она облегчила жизнь и пиратам, ведь каждый такой дисковод умеет не только читать дискеты, но и записывать их. Сделано это банально для того, чтобы игры могли сохранить игровой прогресс прямо на дискету. И такие пиратские программы тупо запускаются с дискеты, как игра. После чего просят по очереди вставлять то оригинальный диск с игрой, то диск для записи. И опа, через пару минут у нас готова самодельная пиратская копия игры. То есть, если тебе надоела какая-то игра, то ты мог пойти к другу, взять у него дискету и записать на свою дискету в копию его игры. Чистые дискеты тогда тоже продавались по 2000 йен за штуку, но, конечно же, для того, чтобы записывать их в специальных киосках, о которых я уже говорил. Как можно догадаться, Nintendo недолго это терпела. И начала внедрять защиту. Сначала они делали это на плате питания, которое стоит в блоке с дисководом. Так что у этих плат питания вышло 5 разных версий. Три из них с защитой. Защита эта банально не дает записывать большие файлы. Ну то есть процесс записи прерывается, если он идет слишком долго. С сохранениями при этом проблем обычно не было. Они достаточно маленького размера. А вот многие игры записать уже не получалось. В моем дисководе оказалась модель FDM Power 03. Это достаточно редкая версия платы, вроде даже в интернете фотка ее не найти. Но защиты у нее нет. То достаточно странно, потому что у второй версии она была. Но человек по имени Станислав Левчук прислал мне свои дисководы на опыты. За что ему огромное спасибо. Среди присланных дисководов один был с платой питания четвертой модели. И я, интереса ради, снял с него защиту. Абсолютно на всех моделях этой платы защита снимается простым выпаиванием компонентов, перерезанием одних дорожек и соединением других. Ну то есть надо тупо пустить две линии в обход схемы защиты. Так что тут справится любой человек, хоть немного владеющий паяльником. Но потом Nintendo сделала защиту прямо в самом дисководе. На уровне микросхемы, управляющей головками. Эта защита тоже обходится, но для этого уже нужны дополнительные логические микросхемы. Но все-таки сегодня надо и попрограммировать что-то немного. У нас есть RAM-адаптер. Устройство, которое втыкается в Famicom и управляется через регистры. А еще у нас есть дампер, который я паял в прошлом выпуске. И который эмулирует шину Famicom. Попробуем же читать и писать дискеты с помощью дампера. Втыкаем в него RAM-адаптер, который подключен к дисководу. И манипулируем им. Как работают регистры и какие биты за что отвечают, описано в вики с сайта nsdev.org. Но там на самом деле есть неточности, ошибки и не описаны биты, значение которых до сих пор никому не известно. Вообще тема Famicom Disk System далеко не полностью изучена. Банально потому, что она продавалась только в Японии, а соответственно это далеко не всем интересно. Но на этой вики не описан сам алгоритм чтения дискет. Ну то есть что куда записывать и в каком порядке. Поэтому я решил подведить это собственно у BIOS'а Famicom Disk System через эмулятор. Кладем BIOS в директорию с эмулятором и вставляем в виртуальный диск. При этом включаем трассировку, чтобы в файл были записаны все выполненные машинные команды. Отфильтровываем в этом файле все операции с регистрами Famicom Disk System и изучаем. Просто так понять что тут происходит не получится. Я смотрел какие биты меняются и что они значат в вики. Так постепенно составил алгоритм чтения дискеты. Я перенес этот код в прошивку дампера. Операции с RAM адаптером и дисководом выполняются так быстро, что все надо делать именно из прошивки, а не из клиентской программы для компьютера. Сначала инициализируем регистры и банально ждем пока не вставят дискету, если она не вставлена. Потом включаем мотор и проверяем наличие питания. После этого ждем пока дисковод перемотается. В соответствующем регистре будет выставлен бит, означающий готовность. В этом нам помогает та самая кнопка внутри дисковода. После этого нужно выждать некоторое время, пока промотается пустое пространство, которое есть перед каждым блоком и представляет собой сплошные нули. Перед самым первым блоком этот промежуток особенно большой. Сам BIOS ожидает 486 974 такта процессора. А у меня в дампере есть таймеры для их подсчета. Помните? После этой паузы выставляем бит чтения данных и ждем, когда RAM адаптер дернет прерывание, которое означает, что пора из специального регистра прочитать байт. Данные пойдут не сразу. RAM адаптер сначала дождется окончания промежутка с нулями, которое прерывается единицей. Дальше читаем байт за байтом, и это собственно содержимое блока. Но из-за того, что блоки идут друг за другом, мы всегда должны заранее знать размер каждого блока. И это в общем-то не проблема. Блок с заголовком диска это всегда 56 байт. Блок второй с количеством файлов это всегда 2 байта. Дальше все нечетные блоки это блоки с информацией о файлах. Их размер всегда 16 байт. Отчетные блоки это сами данные файлов. Их размер уже варьируется. Но он указан в предыдущем блоке. Так при чтении мы должны получить количество байт, трога равное размеру блока. После чего включаем подсчет контрольной суммы. Вручную контрольную сумму считать не надо. Это сделает RAM адаптер. В соответствующем регистре просто будет результат. Верная она или нет. Ну а дальше процесс повторяется, и мы просто читаем блок за блоком. После добавления всего этого в прошивку дампера, я добавил соответствующий код в клиентское приложение. Добавил команду dumpfds. Подключил свою библиотеку для сборки и разборки образов дискет, и да, дискеты без проблем читаются. У меня правда получилось сделать это почти с первого раза. Но дампить дискеты нам вроде не особо-то и нужно. В отличие от Counter-G, они вроде как давно все сдамплены. Если где-то что-то есть не сдампленное, то такое давно никто уже не находил. Но так можно, например, прочитать свои сохранения в игре. Чтобы сделать бэкап, отредактировать их, ну или банально продолжить играть на эмуляторе. Гораздо нужнее нам запись. Тут я сделал все аналогично. Запустил на эмуляторе игру, дождался сохранения, записывал операции в файл и изучал их. В общем-то там все примерно то же самое, только мы выставляем в регистре бит, что пишем данные, а не читаем их. При этом важно не повредить данные, уже записанные на дискету. Нам надо обязательно прочитать те блоки, которые идут перед тем местом, куда мы хотим осуществить запись. Чтобы, собственно, знать, где начинается это место. Если надо перезаписать какой-то блок в середине, то он должен быть строго того же размера, что и был до этого. То есть менять размер можно только у самого последнего блока, иначе повредятся все последующие данные. Собственно, промежутки между блоками и нужны, чтобы можно было записать какие-либо данные в середину, при этом оставив минимальную погрешность по времени. Ну и чтобы при чтении не промахнуться мимо начала данных. В результате запись дисков у меня достаточно быстро заработала. Я добавил в соответствующую команду в клиент, ну и добавил еще параметры типа верификации после записи. Я был в восторге, когда смог запустить на настоящей консоли, на настоящем дисководе и с настоящей дискеты рово, скачанной из интернета. Прям стих какой-то получился. Так сказать, полное погружение в то, как играли в то время. Кстати, спасибо Михаилу Гвоздеву за присланные на опыты дискеты. Мне еще стало любопытно, можно ли как-то софтварно обойти защиту от записи на дисководе. После некоторых экспериментов оказалось, что да, можно. Мне получилось обойти защиту на плате питания, просто периодически дергая вид записи на доли секунды. Видимо, это обнуляет таймер, который не дает записывать слишком длинные блоки. На процесс записи же это не влияет. Однако, вскоре выяснилось, что работает это не у всех. Видимо, опять же, зависит от модели платы питания. Нужно больше экспериментов, но у меня нет больше таких дисководов. Еще я немного поэкспериментировал с недокументированными битами. В процессе чтения их значение меняется, но как-то странно. Скорее всего, это просто открытая шина. Но вскоре выяснилось, что все не так прекрасно. Мне же на опыты прислали несколько дисководов. Я подключал то один, то другой, пробовал всякое. И оказалось, что дискета, записанная на одном дисководе, отлично читается на нем же. Но не хочет читаться на другом. Я долго мучился, пробовал и так, писал на различные форумы. Ну, в конце концов, выяснилось, что для записи дискеты полностью все-таки нужна очень точная калибровка. Так что давайте вернемся к этой теме. Помимо шпинделя, нужно еще верно откалибровать скорость моторчика. Делается это под строчным винтиком, расположенным прямо на нем же. Скорость же можно узнать, замерив время между перемотками головки. С секундомером стоять в дисководах как-то не хотелось. И я написал скрип для дампера. Он тупо включает мотор, ждет, пока будет выставлен бит готовности и измеряет интервалы между ними. Но какая скорость должна-то быть? Я опять же гуглил, спрашивал по различным форумам. Никто не знает. В итоге я сделал вот так. Вставил лицензионную дискету с игрой, проверил, что она читается дампером и начал крутить винтик, наблюдая за чтением. Когда дискета перестала корректно читаться, я замерил длительность цикла перемотки дисковода. Вышло 7600 миллисекунд. Потом я аналогично начал крутить винтик уже в другую сторону. Дискета перестала читаться на скорости 8700 миллисекунд за цикл. Не решусь сказать, что это верно, но я решил, что идеальная скорость это среднее арифметическое. То есть 8150 миллисекунд. Но что делать с калибровкой шпинзель? Да, я уже рассказывал о достаточно противоречивых методах из интернета. Но насколько точный они дают результат? В итоге я выработал свою собственную технику калибровки. Дело в том, что можно менять не только оба приводной втулки на шпинзеле, но и положение головки с помощью специального винтика. Эти два параметра взаимосвязаны, ведь данные дискеты пишутся в виде спирали. И мы можем попасть в эту спираль, либо вращая приводную втулку, либо двигая головку. Вообще винтик этот трогать крайне не рекомендуется. Он очень точно отстроен на заводе и залит специальным лаком, чтобы уж точно больше не повернулся. Крутив его, можно вообще всё сломать нафиг. Так что делать на свой страх и риск. Итак, как я приноровился доводить уже работающий дисковод до точной калибровки. Опять же, вставляем лицензионную дискету, после чего по аналогии с настройкой скорости постепенно, градусов по 10, поворачиваем винтик в одну сторону, каждый раз проверяя, что игра запускается. Когда она перестаёт запускаться, помечаем тонким маркером положение винтика. Затем аналогично крутим его в другую сторону, пока игра опять же не перестаёт запускаться. И тоже отмечают. У меня получился разброс в половину оборота. После этого крутим винтик в положение, которое строго посередине двух отмечено. По идее, это и есть идеальная клипропер. После этого записанные дискеты начали читаться и на других дисководах. Но для пущей надёжности я рекомендую перед записью стирать дискеты магнитом. Фиг знает почему, но это помогает. Возможно, дисковод просто не может полностью стереть старые данные. Я купил подходящие магниты на алике. Но вообще, почему-то их можно найти по всему городу вместе с зип-пакетиками. Теперь можно записывать дискеты и дарить друзьям. Правда, с лицензионными дискетами, конечно, ничто не сравнится. У меня это, кстати, iSension Nicole. Весьма классная игруха, мне очень понравилась. Давайте я вам напоследок немножко поэки покажу. У меня вот в какой-то момент сломался рам-адаптер. Наверное, когда я его со стола уронил. В результате он начал показывать вот такое вот битое изображение при запуске. А игры вообще перестали запускаться. Естественно, мне захотелось его починить. Я с помощью дампера проверил в нём оперативную память. И выяснилось, что бьётся один бит на шине PPU. Чтобы окончательно убедиться в этом, я модифицировал код эмулятора в SELX, чтобы он имитировал этот битый бит. И в результате получил точно такую же битую картинку. Стало ясно, что скорее всего дело в микросхеме оперативной памяти. И я заказал замену на авике. Выпоить микросхему в Deep Corpus'е та ещё задача. Надо убрать припои со всех ножек одновременно. Я для этого использую термоотсос. Но потом всё равно приходится дополнительно снимать припои с отдельных ног. После этого впаиваем новую микросхему. Собираем. И... Всё заработало как надо. Да, что-то не особо интересная история получилась. А, мне же ещё прислали дисковод с той самой защитой от записи. Которая в микросхеме прямо на нём. Спасибо за это Павлу Фрауову. Знали бы вы, как тяжело найти имена всех тех, кто мне что-то присылал в истории переписки. Обойти эту защиту софтуарно уже никак не получилось. Очень уж она хорошо сделана. Она тупо не даёт писать с самого начала диска. И я решил попробовать эту защиту как-то снять. В интернете есть схема для обхода защиты на микросхему дискретной логики. Но я, как обычно, захотел сделать всё принципиально из того, что было дома. И взял вместо неё приз. Все ту же EPM3064. Плата получилась достаточно простой. К приз подключаются сигнальные линии. И она дергает записывающие головки через два транзистора. Вытравить плату я решил сам. Паять там почти нечего. Прошивка приз тоже получается очень простой. Там смысл в том, что надо активировать запись, когда на всех трёх управляемых выводах логический ноль. Запись же состоит в том, что надо по очереди активировать записывающие головки, когда линия данных переходит в логический ноль. Так головка намагничивает диск то в одну сторону, то в другую. Данные при этом кодируются сменой полярности. Я закрепил эту плату сбоку у дисковода и завёл провода внутрь. И да, дисковод наконец-то начал записывать дискеты. Правда, потом выяснилось, что он перестал их читать. Надо будет попробовать снять эту защиту, посмотреть, будет ли он работать. Может быть, она как-то мешает. Ну, скорее всего, просто я криворукий, и вечно у меня всё ломается. Давайте уже запругляться на сегодня. Ну, вам, наверное, очень интересно, что же за игры были на этих дискетах. Ради чего всё это? Во второй половине 80-х дискеты имели преимущество перед контеджами за счёт большего объёма. Так что их надо оценивать именно как игры того времени. Понятно, что спустя годы кафтеджи снова стали наилучшим носителем. Есть игры, которые сначала издали в Японии на дискетах, а потом на кафтеджах США, но уже в резаном виде. Например, в Green Beret или Mystery Quest. Есть игры, которые на Famicom Disk System лучше из-за возможности сохраняться и более богатого звука. Например, Metroid или Castlevania. Есть более продвинутые версии классических игр. Например, Excite Bake, в которые можно играть вдвойнёк. Или улучшенный Mario Bros. где можно менять направление в прыжке. Есть сиквел известных игр, которые больше нигде не выходили. Например, тот самый японский Super Mario Bros. 2. Ну и, конечно же, дофига разных эксклюзивов. Среди них много всяких японских квестов и визуальных новелл. Прям дофига их. Есть и необычные платформеры, бродилки, головоломки, GRPD. Есть и совсем дичь. Вроде игры, которая обучает, как вязать свитер. Генератора рождественских открыток или... Что это вообще, блин, такое? Увы, на английский язык переведены далеко не все игры. По-многие из них играть без знания японского почти невозможно. А хотелось бы. Особенно в эти самые визуальные новеллы и квесты. Игры же, где мало текста, часто на английском языке. Многие игры, хоть и хорошие, но весьма низкокачественные. И проблема тут скорее не в ограничениях железа, а в том, что в то время еще далеко не все разработчики научились писать игры под фамикон. Есть игры и с совсем детскими багами. Вроде визуальных глюков при смене экрана. И да, много игр со смешным кривым английским. Или даже матом. Многие, наверное, уже видели эту игру у Angry Video Game New York. Опять же, очень интересно, какая за этим стоит история. Кто-то решил приколинуться над коллегами, которые не знают английский. Как? Почему? Очень много вопросов. Конечно, фамикон диск систем и ограничивал разработчиков в чем-то. Ну, например, нельзя было быстро оперировать банками видеопамяти, создавая таким образом красивую анимацию. Но я уверен, что если бы Rare делала Battle Dots в то время, то они бы точно смогли впихнуть своих жаб на эти дискеты. И они выглядели бы круто. Современные флажкафтеры же умеют имитировать этот дисковод и запускать игры для него. Есть и просто эмуляторы дисковода, которые втыкаются в RAM-адаптер. Но мне было бы интересно сделать свой собственный эмулятор дисковода Famicom Disk System с какими-нибудь крутыми фишками, которых нет у других. Кто следит за мной в соцсетях, те, наверное, уже в курсе моей разработки. Так что подписывайтесь на меня там. На гитхаб тоже подписывайтесь. И здесь подписывайтесь. Лайк. Шар, репост. Как тут принято? Я с правильным делаю бы. В общем, об этом в следующий раз. С вами был Кластер. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok